ПДД по-деревенски. С появлением большого количества авто уже и на проселочных дорогах выгул скота становится настоящей проблемой для владельцев животных и для водителей. Областные депутаты как вариант решения предлагают создать специальную комиссию, которая будет рассматривать вопросы сельской криминальной специфики. Об этом парламентарии заявили в Челновершинском районе, где провели выездной день Самарской губернской думы. В тонкостях разбиралась Татьяна Пудова. День Самарской губернской думы в этот раз начинается в полиции. Челновершинского района. Парламентарии знакомятся с работой службы. Здание нуждается в ремонте. Депутаты обещают взять это на контроль. Позже на заседании с руководителями отделов изучают вопросы, которые необходимо решать. Выясняется, в районе нет патрульно-постовой службы. Это выходит, что в праздничные дни, выходные дни, в вечернее время улицы оказались беззащитными. Специальных служб здесь нет. А если еще не работает и сила общественности в лице народных дружин, то это прямой путь к разгулу. Депутаты проверяют исполнение региональных законов. Оказывается, в народную дружину для охраны общественного порядка люди не идут. Также поднимают вопросы о сельской криминальной специфике. Незаконный выпас домашнего скота. Животные мешают движению и разрушают дорожное покрытие. И нужно еще понимать, кто будет той комиссией, которая будет решать вопрос о наказании виновных за выпуск того или иного скота. То есть, возможно, потому что полиция, например, сразу начала отрекаться от того, что мы не будем составлять эти протоколы. У нас и так много работ по протоколу. Встреча продолжилась в администрации района. Главным стал вопрос социально-экономического развития. Мы посмотрели некоторые объекты, которые финансируются за счет областного бюджета. Из 17 домов, которые сейчас ведется строительство, 10 домов будут сданы в этом году. И уже люди заселятся в эти квартиры, в эти дома. И 7 домов в следующий год. Все возникшие вопросы, которые требуют законодательного решения, будут в дальнейшем обсуждаться в Самарской губернерской думе. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, Новости губерния, Челновершинский район.